Добрый вечер, дорогие друзья! Прошу вас всех уже рассаживаться, успокаиваться, потихонечку мы начнём. Благодарим всех, кто откликнулся и пришёл сегодня на нашу встречу. Встреча у нас сегодня особенная, не только потому, что очень такая интимная, куча народов вместе, очень близкая, прямо перед выступающими, так, как будто в дом грузины пришли на кухню посидеть. Но ещё потому, что вечер у нас сегодня посвящён поэзии и поэзии грузинской. Поэзии, наполненной тонкой и мощной лирикой, характером, звучанием, ритмом, и вы это всё сегодня услышите. В то время, когда мы готовили это событие, мы пришли к разному звучанию. Это звучание русской и грузинской речи, мужская и женская подача, песни и стихотворения. И сегодня у вас будет шанс увидеть и услышать все переходы между этими отцелками. Мы не будем прерывать происходящее перед вами, все номера и объявлять их, для того, чтобы не нарушать атмосферу и не мешать вам. Поэтому давайте я сразу расскажу то, о чём здесь всё будет, то, как это будет происходить. Для начала у нас будет пара стихотворений на русском языке, в исполнении Лизы Бондарь. Поприветствуем её. Затем мы перейдём непосредственно уже к полному грузинскому блоку на грузинском языке. И вы услышите Софико Леопартилиани. После выступит Изука Тодо, она продолжит эту историю. Поприветствуем её. Затем мы продолжим насыщать плотную атмосферу грузинского языка в виде стихов. Благодаря выступлению Теона Гумберидзе. И Саламья Аберадзе. И после этого лёгкой поступью наших замечательных и тонких девушек из вокально-инструментального ансамбля «Арагви» мы перейдём за грань, где стихотворение и музыка сливаются в едином песне. Девочки тоже будут читать и обязательно у вас поют и окончательно растопят ваши сердца. Поверьте мне, я был на репетиции. И после этого мы сделаем небольшой перерыв, для того, чтобы вы как-то расслабились, выдохнули, может быть, выпили кофе, обсудили что-то друг с другом. Перерыв будет около 20 минут. И после перерыва мы перейдём ко второму блоку, выступлению нашего специального гостя, грузинской фолк-группы «Банни». Что, опять же, уникально, сегодня грузинские музыканты тоже будут читать свои любимые стихотворения и обязательно, конечно же, выступят с поютом. Наконец, после того, как концерт «Банни» завершится, мы перейдём к интерактивному блоку общения с группой, и все желающие смогут задать свои вопросы, а музыканты попробуют на них ответить. На этом, собственно, общее описание программы завершается. Я хотел бы передать слово человеку, который руководит организацией, собравшей нас всё здесь сегодня, и организует разные мероприятия по городу. Руководитель Ассоциации грузинской молодёжи Петербурга Тарк Дали Аудаби Арчил Ацзели, пожалуйста. Спасибо большое. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо, что вы к нам пришли. Сегодняшний холодный вечер, во-первых, с первым полноценным снегом вас. Сегодняшний немного поэтический вечер посвящается Илье Чарчавадзе. Это выдающийся поэт, общественный деятель, просветитель Грузии и борец за национальную независимость и суверенитет этой страны. Вечер посвящается ему, и я должен что-то вам о нём рассказать. Но это такая большая личность, что эта личность — тема для больших научных конференций. И чтобы вас не обмануть, не рассказывать своими словами, я составил, написал рассказ, немножечко хронографический, но очень короткий, чтобы сложилось небольшое впечатление о нём. И расскажу о Тель-Даллеу-Леве, потому что оно непосредственно связано с Ильё Чарчавадзе, которого вы видите на экране. Родился Илья 8 ноября 1837 года в Кахетве. Получил юридическое образование здесь, в Санкт-Петербурге. В 1861 году великий князь вернулся с Петербурга и боролся за отмену смертной казни, за независимость Грузии. Его называют отцом Отечества. Чарчавадзе был великим поэтом. Также переводил на грузинский язык Пушкина, Лермонтова, Тургенева, Шиллера, Гёте, Шекспира. Он состоял председателем общества распространения грамотности среди грузинского населения. В развитии государства святой Илья делал ставку на народ. Основные аспекты его объединяющие он сформулировал в формуле «язык, отечество, вера». Язык образует людей более, чем сами люди образуют язык. Как вы знаете, в Грузии есть несколько языков, да и диалектов грузинского немало. Но благодаря усилиям Чарчавадзе грузин начинают говорить на одном языке, который их способствует их объединению. Еще одним краеугольным камнем политической философии Чарчавадзе является понятие «отечество». Территория, как атрибут государства, ни в коем случае не связана с отечеством. Отечество – это в первую очередь его осознание и понимание как чего-то более широкого, высшего, как новый символ веры. Так Илья Чарчавадзе оставляет идею служения монарху и ставит на его место служению Отечеству. В одном из релищных писем он утверждал «Бог уже это проклятая наша история. История лишь царей и воин. Народа нигде не видно. Я же человек такого склада, что воины и цари меня не привлекают. Главное – это народ. А народа в нашей истории нигде не видно». Это не к тому, что наша история, как он написал, проклятая, но именно в этом контексте, что касается народа. «Забыли мы, что лишь Отечество является Богом на земле, дарованным нам небесами», – говорил Чарчавадзе. В 1907 году, по самой распространенной версии, он убит большевиками в спину, которые не могли политически конкурировать с авторитетом Ильи и вынесли ему смертный приговор. Через 11 лет Грузия, благодаря почве, которую заложил великий князь, добилась независимости и продержалась до 1921 года, не устояв перед натиском большевиков. В 1987 году Чарчавадзе канонизировал Грузинской Православной Церковью под именем Илья Праведный, а через три года независимой стране была возвращена ее народом, воспитанным Ильей. Поэтому по сей день Чарчавадзе считается отцом грузинского Отечества. Возвращаясь к пребыванию Чарчавадзе в Петербурге, где он учился, хотелось бы отметить его важную роль в организации общения петербургских грузин между собой и русской интеллигенцией. В общем, эту роль выполняло грузинское землячество при Петербургском университете, и Илья Чарчавадзе стал первым председателем землячества, главой и руководителем грузинского студенческого движения Теркда-Леу-Леби в переводе «Испивший воды терека». О времени учебы в Петербургском университете Илья Чарчавадзе по возвращению на родину в том же 1861 году говорил «Эти четыре года были фундаментом, первоисточником жизни, волоском, который судьба, точно мозг перекинула между светом и тьмой, но не для всякого. Только для тех, кто поехал в Россию, чтобы образовать свой ум, привести в движение мозг и сердце, дать им толчок». Это те четыре года, когда в уме и сердце юноши завязывается зависть в жизни. «О, вы, золотые мои четыре года!» – говорил Илья. Санкт-Петербургский университет впоследствии, как учебное заведение, в котором получил образование национальный герой Грузии, удостоен большой золотой медали Ильича Чарчавадзе. «Тек-Дальолеби» – современное. Мы не преследуем политических амбиций, из-за которых Илья пришлось покинуть северную столицу в свое время. Грузия уже независима. Меняется время, меняются цели. И сейчас Тек-Дальолеби, периодически проводя грузинские мероприятия, образовывает площадку, где петербуржцы могли бы прикоснуться к грузинской культуре. А грузина ощутит себя дома, и все это вместе позволяет единомышленникам, людям, влюбленным в Грузию, разделить свои эмоции, укрепить связь между друг другом. Я старался очень быстро, вкратце, потому что это поэтический вечер, но вы должны знать, кто такой Чарчавадзе и как связано с ним Тек-Дальолеби. Наслаждайтесь вечером и следите за новостями группы. Ну, будем начинать потихонечку. Сегодня у нас почетный гость, которому было бы приступление, мне дать слово, поэт, общественный деятель, руководитель региональной общественной культурной организации имени Шота Ростовеля, инициатор и спонсор установки памятника Шота Ростовеля в Петербурге. Прошу вас поприветствовать Афтандила Ефремовича Гудкашли. Спасибо. Спасибо. и мечты. В этом году я помню, чтобы принимать мои мои первые слова. И это поклоняются. Я мою стоимость. И поэтому мы их устраивали. И я удивил среднюю падение людей. И у них был невест в страдании. И подумал, что человек не мог. И мы ими перевели. У них тяги, они ими ими. И так далее. Мы ими летели очень в то время. Продолжение следует... Картунеров, 60-х годов, Он приходил, что толстая интересовала его и с сложеным. Вот он был уже набрыг, жарящему лечусь власти руши, который был вручал, что пришлось обедать. Он был в Казахстане на то, что он был в Казахстане. но они не готовы. Они не были, что насчет, и на других местах. Ну, то есть, что мы говорили о том, что это не было. Мы не успеем, чтобы мы тут не были. Мы не знаем, чтобы мы не были. все-таки в Габерзени шули нашу Машуму, а затем памятник Невелман-дивану КОМУНИСТУРИПАРТИ, прежнеумово ли это этот гачра. Вообще, я сделаю радостью за вашим профилянием, что был ГУНЕСКО, за первый день я стал заниматься с меньшимиakимицами, ... ... ... Когда машина торжества, я показывала, что мусящи и у меня есть софри, то это было приезда. Но мы едем на 100, дали 1 жду. Поэтому я покажу, как она делает всё. Мы едем на это. Прямо, я не знаю, что я не знаю, что мне нужно сделать это. В этом году я снял, что я снижал, что я снял, что мне нужно было. Подписывался в Маку сраму, в Режим, крипасу, и я нашел, что я снял, что я снял, что я снял, что я снял, что я снял. Это очень важно. Спасибо. 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 А теперь перейдем к нашим девушкам. Еще раз добрый вечер. Меня зовут Лиза Бондарь. Во мне нет ни капли грузинской крови, отлич от всех, кто будет выступать здесь после меня. И тем более для меня большая честь и очень большая ответственность открыться программу этого вечера. Один из последних моих визитов в Грузию я была со своей подругой, которая ни разу в Грузии не была. И я очень хотела показать ей вот все лучшее, то, за что я обожаю Грузию, гостеприимство грузинского народа. Бесспорно, тоже. Все вот, все то вот невероятное, такое самопытное, что в Грузии есть, вот за что она просто навсегда в моем сердце. Ну, с 5 утра пораньше я сказала, Лера, ты должна попробовать хинкали в Самикипну. Ну, с утра пораньше, было 10 утра, ну, кто будет знать, большинство, наверное, мы пошли за Никипну. Была прекрасная погода, раннее утро, и мы хотели очень сесть на террасе, чтобы посмотреть на город. И нам пописло, все было занято, но один столик все-таки был, что-то очень понятное. Один столик все-таки был свободный, правда, рядом с соседней мы опировала, так очень сдержанная компания с примерно 8-9 грузинских мужчин. Ну, мы сели, заказали хинкали по бокалу вина, и стали любоваться на Белисе солнечной. Ну, конечно, было очень наивно, в соответствии с мужчинами грузинскими думали, что мы позавтракали вдвоем. Конечно, через 5 минут мы сидели уже с ними, рассказывали, что мы с Петербурга, они говорили, что вот, а у меня жена русская, а я много раз был в Ленинграде. И тут выяснилось, что мужчины сидят со вчерашнего вечера. Напоминает 10 утра субботы. При этом они все достаточно трезвые. Совершенно. И только один, наоборот, выпивший. Но он был самый колоритный, наверное, самый красивый из них. У него был очень гордый горский профи, белоснежная рубашка, пронзительный взгляд, глупые глаза. И раз в 5 минут он читал гортанным голосом, пронзительным два стихотворения. Только два, каждые 5 минут. Остальное, когда он впадал, как он в своё, что думал, но через 5 минут это было потрясающе красиво, невероятно самобытно. Просто мороз, похоже, от этого чтения экспрессивного, выразительного пробирал. Ну, намерли очень быстро, что мы уже пьём за длинные витьеватые тосты, за наших детей, детей наших детей, за наших отцов, за Тбилиси, за Грузию, за Россию. В общем, и мы поняли, что вот нас уже зовут ехать на Тбилисское море, что сейчас вот наша программа вся пойдёт наперекосяк, потому что прекрасные 8 грузин совершенно нас просто покорили, и нам уже никуда не деться. Вот. Но всё же нам удалось сделать вдвоём, примерно через часик шатаясь, мы пошли дальше гулять по Тбилиси, но стихи, которые читал вот молодой человек в белоснежной рубашке раз в 5 минут, они врезались нам в память невероятно. А и придя домой поздно-поздно вечером, мы, конечно, первым делом пошли в интернет узнать, что это было. Ему знают, что стихи Никола Гамилаури, грузинского актёра и поэта, который не так давно, всего лишь 7 лет назад ушёл от нас, ему было всего 39 лет, он писал на русском, на грузинском языках, играл в русском и грузинском театре, и для меня очень большая честь почитать здесь вот то стихотворение, которое я услышала первый раз этим летом на солнечной веранде в Тбилиси. Выпью, выпью море, обкурюсь туманом, я со всеми в ссоре, я дружу с вулканом. Окунаюсь в лаву, вынырну не скоро, в высоту и славу уступаю горам, но когда обмою в лаве свои кости, двери всем открою, приходите в гости, подарю на память огненные строки, будем в счастье плавать, позабудем склоки, солнце будет рада, тьма же будет в горе, но сначала надо, надо выпить море. Спасибо. Мне далеко до прочтения, поверьте, молодого человека раз в 50, но я и не грузинка совсем. И в качестве такого мостика, чтобы прикинуть от Петербурга в Грузию окончательно, я прочту знаменитое стихотворение Александра Сергеевича Пушкина. На холмах Грузии лежит ночная гла, шумит арагва предо мною, мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобой, тобой, одной тобой, унынье моего ничто не мучит, не тревожит, и сердце вновь горит и любит от того, что не любить оно не может. Спасибо. Откушло, что гражданка, когда мы не хотим, мы хотим, мы хотим, мы хотим, что там гражданка в Грузии? Мы хотим, что ты должен делать, что гражданка, не так. Эти они трусами и десентрировали наслуг. Все свои желания померли, мы не помним, мы помним, не будем ничего делать, чтобы по-настоящему добиться. Создание любви к земле? Если вы думаете, что работа с детьми, Все свои желания, и не будем работать с детьми. Мы будем делать это, мы будем делать это, мы будем делать это. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы постараемся немножечко вас развеселить, если у нас это положено. Я знаю, что в зале присутствуют танцующие люди, места очень мало, но мы будем рады, если мы обменяемся с вами энергией и вы вместе с нами немножечко потанцуете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Большое спасибо! Хотелось бы вас послушать еще, конечно. Можно я из-за меня отправляю? Конечно, конечно. Итак, друзья, вокально-инструментальный ансамбль «Араги» Софикова Ланя, Анастасия Ланя, Томара Кирогова и Карина Кусова. Анастасия Ланя, Томара Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. Анастасия Ланя Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова и Карина Кирогова. группы БАНИ. Ждем вас с нетерпением. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА